В Самарской области проживает более 15 тысяч азербайджанцев, которых объединяет Лига Азербайджанцев Самарской области. В числе ее проектов – женский клуб и футбольная команда, танцевальные коллективы и молодежная секция. Основной целью организации является пропаганда национальной азербайджанской культуры в Самарской области. Лига занимается также правозащитной деятельностью, оказывает юридические услуги соотечественникам. С момента создания занимаемся защитой законных прав и интересов, выходцев из Азербайджана, национальных меньшинств, и популяризацией, сохранением и развитием национальной азербайджанской культуры и азербайджанского языка на территории Самарской области. В Самаре прошел День Азербайджанской культуры. Торжество было приурочено сразу к трём датам. 103-летию создания Азербайджанской демократической республики, 18-летию Самарской областной общественной организации Лига Азербайджанцев Самарской области и к 170-летию Самарской губернии. Очень приятно видеть, что азербайджанцы, которые проживают на территории городского округа Самара, сохраняют традиции своей родины, сохраняют те праздники, празднуют их, а тем самым не отрываются от культуры предков, от их традиций. Сохраняя неразрывную связь со своей исторической родиной, азербайджанцы, живущие в Самаре, очень много делают для развития дружественных отношений между нашими народами, вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Оказывается, различная помощь всем, кому это необходимо. У нас существует и такая программа, как ФИМИНА, помощь женщинам, причем не обязательно, опять же, азербайджанским женщинам, любым женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, ну или просто им хочется какого-то общения. Возможность такая в азербайджанской диаспоре была предоставлена и предоставляется. Совместно с другими национальными общественными организациями ведется большая воспитательная, просветительская, благотворительная работа. Поэтому не случайно, что этот день – один из ярких страниц российско-азербайджанской истории. В рамках мероприятия прошел концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области «Литературный миджлиз», посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Ганджави. Богатое наследие поэта-мыслителя, оставившего глубокий вслед в обладающей многовековыми традициями художественной и философской мысли азербайджанского народа и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном воспитании людей. Как и многие другие национальности, азербайджанцы приняли активное участие в строительстве этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Силами членов Лиги обустроено азербайджанское подворье. Для тех, кто никогда не бывал в Азербайджане, но мечтал воочию насладиться красотой этой уникальной страны и поближе познакомиться с ее традициями, радушные хозяева подворья сделали все возможное и даже больше. На своем подворье хозяева постарались сделать маленький уголочек своей исторической родины. Этот дом – это символика восьми лет труда Лиги Азербайджанцев Самарской области. Я как исполнительный директор этой Лиги могу сказать, что это титанический труд, деньги и посильный труд всего состава, членов правления Лиги Азербайджанцев Самарской области. И, естественно, под чутким руководством нашего многоуважаемого председателя Шерва Муроча Керимова, который всеми этими вопросами руководил. Непосредственно он сам лично с Азербайджана привез много разных утварей, убранств. Вот ковры, здесь представлены разные ковры, здесь их больше 30-40 ковров. Маленькие ковры, которые нужны для совершения намазок, к примеру. Здесь несколько школ ковров качества Азербайджана, начиная от Бакинской школы и кончая Карабахской школы. Хозяева азербайджанского подворья воссоздали элементы своего национального жилища. Все вышло очень гармонично. Здесь разместили ковры и паласы, посуду. Оформили в центре импровизированный очаг – символ семейного единения. Тепло приветствовали гостей представители этой национальности. Представители Лиги азербайджанцев и дальше будут продолжать наполнять дома уникальными экспонатами. В будущем году подворье планируют воссоздать природный ландшафт Родины. Творческие коллективы приняли участие в галоконцерте.